здравствуйте уважаемые подписчики и сегодня мы продемонстрируем как работает ксв мост для проверки антенн их ксв и так далее для этого мы будем использовать вот такой вот ксв мост ксб 2 700 и кроксовский анализатор спектра такой как происходит прикрутили включили давайте будем считать что мы вы включили уже заходим соответственно в меню сделаем картинку мы едем получше выбираем частоту какая нам нужна допустим нам нужна частота 1800 мегагерц и конец у нее будет 2 700 значит от этой до этой частоты мы будем смотреть ксв выходим дальше для включения нам нужно перейти в режим генератора включить генератор включить трек генератор по умолчанию обычно тут так вот стоит выбрать ксв дальше нам нужно и вот калибровать параметры входа и мощности должны быть вот такие 0 и минус 15 значит для регулировки для калибровки используются специальные калибровочные резисторы то есть прикручиваем шорт открытый точнее открытый прикручиваем до до прикручиваем открытый нажимаем калибровать open отворачиваем его сейчас покажем чтоб видно было калибровали приворачиваем шорт это коротко замкнутый привернули откалибровали вот так вот видать дальше отворачиваем его приворачиваем нагрузки 50 ом нажимаем откалибровался сейчас камеры наедем покажем вот она откалибрована желтенькими все стоит теперь значит отсюда мы выходим нажимаем меню здесь видим что зафиксировалась положение и теперь мы видим ксв равна единице то здесь есть такая же шкала то есть мы можем размах регулировать то есть нажимаем ampoule и можем видим как изменяется то есть ксв то есть там 8 и до более ровного соответственно сейчас мы отворачиваем нагрузку видим как меняется ксв ксв ушло кверху соответственно если мы сейчас включим маркер один то мы увидим что ксв улетела за очень много за 100 это находится вот здесь вот то есть частота ксв маркер прикрутим антенну антенну будем прикручивать вот такую продаются у нас интернет-магазине для роутеров с разъемом с ма приворачиваемые ну так вот чтобы вам видно было на вот она стоит давайте так вам покажу вот она стоит он вот она ксв антенны ну то здесь соответственно если руки подносим да вот она видно что меняется соответственно как можно дальше это мы показываем как мерить то есть естественно надо убрать все металлические предметы отсюда и соответственно смотрим нажимаем маркер и можем уже перемещать немножко нажал нажимаем маркеры можем перемещать маркер и смотреть ксв антенна давайте увеличим чтоб вам было видно но тут так вот антенна стоит у нас сделаем крупнее наезд выровняем ну и смотрим вот маркер перемещается то есть наша антенна работает от 2 2600 так скажем здесь ксв у нас равно 2 и 2 и в принципе практически весь диапазон захватывает 3g 1800 и 4g соответственно если мы вот нажмем на эмпл это вот сюда и уменьшим градацию ксв то есть мы видим что максимальная ксв антенна не превышает два с половиной то есть в принципе антенна находится в рабочем диапазоне все нормально ксв будет меняться от положения антенны то есть вот смотрите видим да то здесь она не выходит сейчас у нас за 18 ксв а если мы его так вот будем отклонять вот видите насколько изменилась уже ксв уже стала то есть вот сейчас я поднимаю антенку и она меняется то есть вот сейчас я руки убрал я сейчас руки поднес к антенне ведь как все меняется то есть можно смотреть как этим пользоваться соответственно если сейчас моя чтобы нам изменить частоту нам нужно его раскалибровать после раскалибровки у нас будет доступна частота соответственно можем выбрать частоту скажем 400 мегагерц по 2 700 ну давайте по 2 давайте по 3000 возьмем даже не по 3000 наверное а ну у нас к свой мост до 2 700 работает ну давайте возьмем 3000 так будет лучше для проверки как непосредственно даже лучше нам не 3000 4000 возьми мегагерц то есть ксв мост нас рассчитан от 1 до 2 700 но мы будем мерить давайте прямо будем мерить от 40 мегагерц то есть будем мерить на 40 мегагерц до 4000 сейчас я вам это покажу не знаю вам наверно видно не было что я там водил да то есть вот меряем от 40 мегагерц до 4000 сейчас заново соответственно калибруем так выходим у нас тут дорогу делают трактор ездить так выходим заходим в генератор и будем калибровать сейчас отворачиваем антенну от моста приворачиваем пустой нажимаем калибровка отворачиваем пустой приворачиваем с нагрузкой вы короткозамкнутый еще заговариваюсь уже нажимаем нажали отворачиваем приворачиваем с нагрузкой уже нажимаем смотрим соответственно выходим из менюшки видим что у нас заблокировалась видим что давайте посмотрим что мост у нас работать заканчивать на чистоте по сути здесь уже не работает 3000 хотя вот здесь какой-то рубец был ну скажем что реально начинает мост работать на чистоте вот до 2700 видим то есть ксв 1.2 у него но это верхний предел даже вот вот так 124 ксв на 2 700 убираем нагрузку вот видим провал небольшой на чистоте какой-то у нас там три с чем-то но это уже что-то с ксв мостом связано он на эту чистоту не рассчитан приворачиваем антенну и видим вот такие вот полосы сейчас мы выставим так вот так что мы здесь можем наблюдать давайте посмотрим что работает у нас антенна антенна сработает в диапазоне 2700 здесь у нас ксв два с половиной где мы смотрели 2600 2 и 4 ксв от начала конец диапазона 4g и дальше у нас идет треечка где-то до двух и вот у нас 1700 мегагерц где-то антенна еще у нас более менее работает на чистоте до 1000 то есть антенна начать работать от 1300 до 2700 то есть вот в этом вот диапазоне работает соответственно если мы нажимаем ампул подвигаем все мы увидим видно здесь вот мы можем видеть что антенна работает в этом диапазоне где-то еще что-то у нее там проскакивает можно кстати посмотреть где именно она еще что-то может выдать антенна еще выдает согласованно под 952 мегагерца это скорее всего диапазон gsm хорошая антенна на самом деле то есть до 800 то есть она еще попадает у нас в режим лте 800 вот здесь вот и gsm 900 то есть вот 3g gsm лте вот этот диапазон у нас 800 здесь у нас b3 b7 b20 совпадает и что-то еще вот здесь есть также сейчас поглядим скорее всего это уже там у нас уже в принципе не работает мост поэтому на эти параметры мы наверное обращать не будем здесь за 3000 мегагерц то есть вот дальше у нас уже сам мост может показывать ерунду вот вам продемонстрировали как работает мост как можно измерять антенны давайте привернем сейчас другую антенну подешевле вариантом посмотрите разница сейчас привернем вот такую антенну она покороче отворачиваем смотрим вот они две антенны сейчас будем ставить маленькую в том же самом положении видим что антенна в принципе у нас работает начинает работать от 2700 где-то и в принципе даже даже в тот же самый диапазон попадает но ксв у нее вот здесь вот в районе 1700 мегагерц хуже 1600 то есть в принципе она исправна то есть вот смотрите соответственно также вот меняем положение антенны видите ксв изменилась то есть вот так вот ну это как пользоваться ксв мостом заказывайте проверяйте свои антенны у нас все для этого есть все есть в интернет-магазине сейчас мы мы какие ну мы и мы вот это